Всем привет! Сегодня я занимаюсь небольшим ремонтом. Я меняю вытяжку на балконе и заодно решил вам показать, как я подключаю трехфазный мотор к обыкновенной розетке. Для этого мне нужны провода, паяльник и пара конденсаторов. Схем для подключения трехфазных моторов к сети 220 вольт в интернете вполне достаточно. Вкратце расскажу о двух основных. Для того, чтобы подключить двигатель трехфазного тока к сети 220, обычно используется конденсатор. Электродвигатели с тремя обмотками, как правило, изображают либо в виде звезды, либо в виде треугольника. Схема треугольника выглядит примерно так. Это обмотки электродвигателя. Чтобы подключить их в сеть 220 вольт, мы должны организовать сдвиг фазы на одном из контактов. Делается это просто. Если один контакт у нас будет подключаться к сети 220, второй тоже, то третий контакт мы подключаем к сети через конденсатор С. Это схема включения треугольника. Некоторые двигатели выполнены в виде звезды. У них обмотки замкнуты на себя в виде лучей. Вот так выглядят три обмотки двигателя. Подключаем их к сети аналогичным образом. Две обмоточки подключаются напрямую. А третья через конденсатор. Кроме того, можно с помощью вот такого соединения организовать реверс. То есть, если мы будем подключать конденсатор к этой обмотке, двигатель будет вращаться в одну сторону. Подключив сюда, двигатель будет вращаться в обратную сторону. Здесь используется обыкновенный переключатель. Такое обозначение. Ну, сразу возникает вопрос, как рассчитать емкость конденсатора, чтобы ваш мотор надежно работал. Рассчитать необходимую емкость можно по формуле. Как правило, для упрощенных схем формула выглядит так. Емкость конденсатора равна мощности двигателя, умноженной на число 66. Вы можете спросить, что за странное число. Ну, для разных схем вы можете написать более такое продвинутое выражение. Емкость равна 2,800 умножить на максимальный ток и поделенное на напряжение. У нас напряжение стабильное, 220. Отсюда вы увидите это число. То есть, U равно 220. Для схемы звезда расчет идет по вот такой формуле. Для схемы треугольник формула немножко отличается. Дело в том, что если вы видите подключение звезды, идет через две обмотки. И сопротивление всегда будет больше. В схеме треугольник подключение идет через одну обмотку. И сопротивление будет меньше, а ток больше. Поэтому я перепишу выражение. Это можно найти в справочной литературе. 4,800 умножить на максимально разрешенный ток. Мы можем даже углубиться в расчеты и посчитать точно сопротивление конденсатора переменному току. В интернете вы можете найти такую формулу. Сопротивление конденсатора равно единице, деленное на 2π, умноженное на частоту сетевого тока и умножить на емкость конденсатора. Таким образом, здесь у нас две постоянные величины. Это π и частота. Если их перемножить, можно получить коэффициент. То есть это у нас будет 314. Итак, искомое сопротивление. Единица поделить на 314 емкостей конденсатора. Какое сопротивление нужно для мотора? Обычно я использую для того, чтобы двигатель не перегревался 1,5 кОм. Чтобы такое сопротивление организовать с помощью конденсатора для частоты 50 Гц, я использую конденсаторы 2 мкФ. Вы можете пересчитать. Это советский бумажный конденсатор в герметичном металлическом корпусе со знаком качества. От стандартных схем я немножко отвлекусь. Дело в том, что я не хочу, чтобы мой вентилятор работал на полную мощность. Ведь при полной мощности он выдает давление в 6 кг на метр квадратный и поток 280 м3 в час. Для меня это слишком много. Чтобы проветривать балкон, мне нужно гораздо меньше. Поэтому я организую ему, наверное, половину мощности. То есть схема включения моего двигателя будет выглядеть вот так. Такая мощность. Ну вот. Такая мощность. Такая мощность. Я не заморачиваюсь расчетами, ставлю просто одинаковые конденсаторы, они у меня были под рукой, они достаточно маленькие, ну а теперь давайте нашу схему спаяем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Надеюсь, вам понравилась эта схема и вы можете ею воспользоваться у себя дома. Всем пока!